Другим темам. Вместо дороги ухабы и грязь. До Слободы-Симоны сложно дойти и доехать. Жители уже годы пытаются решить проблему, но безрезультатно. Почему дорогу построить не получается, расскажем далее. Какое оно состояние дороги? Вот оно все. Если два грузовика идут, куда пешеходу деваться? Туда в кусты грязные или сюда в кусты грязные? И это еще чисто, рассказывает Станислав Мамаев. Три дня без дождей и по этой дороге к Слободе-Симоны хотя бы можно пройти. По грязной жиже мужчина ходит уже почти 15 лет. Признается, дорогу здесь ни разу не ремонтировали. Хотя в округе много организаций, которым ежедневно ездят десятки машин. Я понимаю, в городе много проблемных мест. В самом городе, то есть на центральных улицах ямы и так далее. Но почему, если дорожники сами не успевают сделать, почему нельзя договориться с этими организациями администрации города? По 15 тысяч, если 5 организаций скинутся и выделят свою технику, здесь можно бродвей сделать. В прошлом году жители участвовали в проекте по поддержке местных инициатив, чтобы построить здесь дорогу. Но заявку не одобрили, так как в Слободе слишком мало проживающих. Всего 72 домовладения. Сейчас власти помогают лишь отчасти – гранулятам. Вот только довести его до места и рассыпать по ямам люди должны. За свой счет. Да и то такие меры признаются лишь временные. Мало того, что грязь, главное сделать дорогу, чтобы хотя бы фиколеть, убегали куда-то, какую-то разуклонку сделать. Я не дорожник, не знаю, но вот эти бровки, которые здесь годами наращиваются, и вода никуда не убегает вместе с этими, это, конечно, решать. Назвать проезд к Слободе дорогой не поворачивается язык и у главы Первомайского теруправления Вячеслава Симакова. Говорит, решить проблему быстро не получится. Ее отремонтировать, просто так взять невозможно. Необходимо именно полностью ее спроектировать и строить. Это большие средства. Я надеюсь, что программа «Федеральная безопасность и качественная дорога» продолжится. И вот со следующего года у нас уже будут работы, связанные с капитальными затратами. Мы будем в дальнейшем, как будет возможность, постараемся тоже включать эту территорию в эту программу. Но Симаков отметил, что подобных дорог в Кирове немало. Проблемы есть и на пути в Сидоровку, и в Коминтерне, а денег на ремонт всех участков пока не хватает. Анастасия Шерстнева, Александр Брызгалов. Бюро новостей давеча. Продолжение следует...